Мы разобрались с тем, что такое энтропия И доказали, что энтропия от нескольких случайных величин Не больше, чем сумма отдельных энтропий С помощью неравенства выпуклости мы в конце это доказали Я, конечно, могу написать просто само утверждение Такая теорема была, что Энтропия, скажем так, совместного распределения Не больше, чем сумма отдельных энтропий И вот мы хотим как-то с помощью этого замечательного факта Умудриться доказать теорему о раскраске Так, теорема о раскраске, наверное, звучала следующим образом Так, пусть H Совершенно не помню, как я обозначал множество вершин Может, оно было R с индексом N, да? Ну, давайте я так и напишу H это R с индексом N, а тут, наверное, тогда M каллиграфическое Е было, да? Вот видите, как оно все взаимнозаменимо, понятное дело Значит, множество вершин – это множество из N элементов А про G мы знаем, что оно тоже состоит из N элементов То есть ребер столько же, сколько вершин Но при этом гиперграф какой угодно Не обязательно однородный Я еще там рассуждал про матрицу Адамару Который гиперграф почти однородный Но все-таки одно ребро выбивается Вот есть какой-то произвольный такой гиперграф Тогда Существует Раскраска RN В красный и синий цвета Такая Что Для любого Ребра Из Е Разница Между Числом Его Красных и синих вершин Не больше, чем что-то типа 11 карнизов Ну да, известно, что 5 корней из N Я, вы увидите, я расскажу основную идею Но я выкладки последние делать не стану Потому что они скучные Суть ясна и запоминать их не имеет никакого смысла Поэтому вот в эту константу 11 Особенно Не впериваетесь, так сказать Ну 11, ну 20, ну 100, не важно Важно, что корень из N без корня из логарифма Который вытекал из простой оценки, доказанной на прошлой лекции Что-нибудь помните Я на прошлой лекции доказал, что Если ребер просто какое-то количество М штук То здесь вот к этому корню из N Добавляется еще корень из логарифма M А тут вот оказывается, что если M равно N То этот корень из логарифма Можно просто убить Каким-то образом И вот убивать мы его будем с помощью в том числе Вот этого неравенства для энтропии Какая-то энтропия Но идея следующая Давайте докажем вот такую теорему Пускай штрих, как обычно Я их не нумерую Докажем не совсем пока то, что хотелось бы доказать А докажем, что Вот чего выполнено Ну Давайте вот так Все то же самое Пусть H Мощность Не равняется N Тогда Существует Неполная раскраска Сейчас Как бы это лучше сказать, чтобы не кохнуть сразу Да нет, все просто Существует раскраска, в которой почти все покрашено Но кроме какой-то очень небольшой части Значит Существует раскраска РН Которой Не менее 1 Минус 10 В минус 9 степени Н Вершин Покрашены Красные и синие цвета Частичная раскраска Как говорят Красные и синие цвета Ну А остальные вершины Вообще говоря Условно просто не покрашены Остальные вершины Пока не докрашены Не менее Чем столько вершин покрашены Красные и синие цвета Остальные вершины Покрашены нейтрально Не покрашены Остальные вершины пока не покрашены. Вот, причем снова в каждом ребре для любого и омытого из Е разница между числом красных и синих вершин такая, как нужно. Разница между числом красных и синих вершин ну, скажем, не больше, чем 10 корней З. То есть разница хорошая, но некоторые вершины не покрашены. Она даже лучше, чем то, что мы хотим в итоге получить. Она оценивается как 10 корней З. Но какие-то вершины могут быть недокрашены. Понимаете идею? Да, вот, допустим, мы это доказали. Почти все покрашено, ну, почти все не в асимптотическом смысле этого слова, а вот ровно в том, как здесь написано. Одна миллиардная доля не покрашена, но зато все остальное покрашено. Вот все остальное покрашено очень хорошо. Как мы будем действовать дальше? Мы возьмем вот эту одну миллиардную от общего числа вершин и попробуем доказать на этой одной миллиардной аналогичный результат. Ну, то есть вот на этой одной миллиардной от общего числа вершин будут какие-то хвостики, недокрашенные хвостики каждого ребра, и мы их снова попробуем красить в красные и синие цвета, так, чтобы различие между количеством красных и синих вершин на каждом из хвостиков, но было уже не 10 корней З, а там какая-нибудь 1 сотая корней З. И так будем действовать итеративно, после чего в сумме накопится как раз 11. Ну, разности мы всегда смотрим по модулю, как-то в прошлый раз вы не спросили, но, в общем, конечно, это подразумевалось. Но вы можете, да, 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 понимаете, в одном ребре красных больше, чем синих, в другом синих больше, чем красных, это нормально. Конечно, по модулю, да, то есть вот эта разница имеется в виду модуль. Это всегда так подразумевалось. Сейчас понятная идея или нет? Значит, смотрите, я ее целиком, еще раз повторю, я ее целиком не буду реализовывать. И на экзамене, естественно, с вас никто не спросит. Вы должны просто понимать, как дело развивается дальше. То есть я не собираюсь доказывать теорему 2 штриха с оценкой того, насколько разброс велик или мал на вот этой одной миллиардной доле. Абсолютно аналогичное рассуждение там будет работать, но мучить людей на экзамен двумя одинаковыми рассуждениями, чтобы теорема сошлась прямо вот к этим 11, это было бы жестоко. Мне кажется, это не нужно. Главное, чтобы вы понимали. Почти все покрасили, ну уже хорошо. Даже вот уклонение не слишком большое. Ну, маленький кусочек точно так же покрасим. Там уклонение будет сильно меньше, и сумма этих уклонений, она как раз должна накопиться во что-то такое. То есть, короче, еще раз. Я вот сейчас эту теорему докажу, а больше ничего доказывать не буду. Но смысл, я надеюсь, вы поняли. Или плохо. Поняли, да? Но она уже достаточно катарсисогенная, красивая, замечательная. Так что сейчас мы ее и произведем на свет доказательства. Так. Ну, во-первых, давайте вспомним, что красный и синий цвета, когда мы работаем вот с этой задачей, мы интерпретировали как плюс и минус единицу просто. То есть, каждой вершине из множества rn, каждому числу от единицы до n, мы присваиваем плюс или минус единичку. Помните, что такое, да? Ну, давайте вот, если вершина окажется в итоге непокрашенной, будем считать, что ей присвоен ноль. Плюс единица – это условно красный цвет, минус единица – синий, и ноль – это никакой. Ну, просто на будущее, чтобы было понятно. Но пока давайте действовать прямо как в доказательстве теоремы с логарифмом. То есть, случайно, в обычном смысле этого слова, покрасим rn. Каждому числу с вероятностью 1, 2 присвоим плюс единицу красный цвет или минус единица синий цвет. Никаких нейтральных вершин пока нет. Просто берем обычную случайную раскраску. Значит, четко уясните для себя, да, что обычная случайная раскраска – это вектор из плюс-минус единиц длины. Правильно? Вектор из плюс-минус единиц длины пока нейтральных вершин нет. Когда-то они в конце появятся, но вот пока есть случайная раскраска. Целиком все множество покрасили все элементы в красные и синие цвета, причем банально. С вероятностью 1, 2 плюс 1, с вероятностью 1, 2 минус 1. Так, давайте введем вспомогательные и случайные величины. Введем и случайные величины, обозначим их B. Случайные величины. И здесь от единицы до N. И это номер ребра. B отвечает очередному ребру из множества ребер нашего гидрограмма. У нас их N штук, ребер. Поэтому соответствующих величин, которые я сейчас определю, их будет как раз N штук. Так, ну, зависеть они будут, естественно, от раскраски, как случайные величины, на множестве элементарных событий. Раскраска – это элементарное событие. Так, давайте считать, что B и T равняется нулю. Если... Сейчас чихну. Уже чихнул, сейчас еще чихну. Возможно, не один раз. Так, B и T равняется нулю. И если выполнена вот такая вот цепочка неравенств... Ну, давайте где-нибудь сделаем строгий значок, где-то не строгий, чтобы все было однозначно. Значит, вот так вот. Если хи от Эмитова лежит вот в таких пределах. Так, что такое хи от Эмитова? Это вот то самое уклонение, которое нас интересует. Это было, конечно, в прошлый раз, но я повторю. Итак, хи от Жи – это плюс или минус единица с веронятностью 1, 2. И сумма хи от Жи по Жи замыты – это как раз разница между количеством красных и синих вершин вот в этом конкретном ребре. Ну, в данном случае именно даже не по модулю, а просто разница между красными и синих. Складываем столько плюс единиц, сколько есть красных вершин, и потом вычитаем все синих. Ну, вот. Если эта разница лежит вот в таких пределах полустрогих, то B и T считаем равной нулю. Ну, и дальше двигаемся по таким вот отрезкам длины 20 корней из Н. То есть пишем 10 корней из Н меньше строка, чем хи от Эмитая меньше либо равно 30 корней из Н. Здесь будет B и T равно единице и так далее, причем в обе стороны. Ну, понятно, что хи от Эмитая не может принимать бесконечно много значений. То есть когда-то дело оборвется, но не важно. Так, понятно, да, как определены B и T? Очень просто. Так, ну, давайте рассмотрим зачем-то. Пока совершенно непонятно зачем, но, друзья, в конечном счете все будет понятно. Ну, случайные величины понятны, как определены. Давайте рассмотрим их антропию. H от B. Рассмотрим и оценим. Так, что такое H от B и T? Это минус сумма. Минус сумма. Так, какая у нас будет сумма B и T? Какие значения принимают? 0, 1, минус 1, да? Все целые. Сейчас, какой-то вопрос? То же самое, да, я вот сюда нарисовал многоточие. Я сказал, вот многоточие в обе стороны. То есть если от минус 30 до минус 10, то B и T это минус 1. И так далее. Да, 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 да. То есть сумма будет формально от минус бесконечности до бесконечности. Но, как я сказал, конечно, для конкретного N она принимает лишь конечное множество значений. Не ограниченное с ростом N, но конечное при каждом конкретном значении N. Как бы тут написать-то по K, может быть, да? К формально от минус бесконечности до бесконечности будет вероятность того, что B и T равняется K на двоичный логарифм этой же самой вероятности. Ну, опять же, понятно на самом деле, что можно было суммировать от 0 до бесконечности. Вернее, даже не так, выделить отдельно слагаемое с 0, а остальные они одинаковые. Какая разница, уклониться вправо или уклониться влево, как у пьяниц? Все же симметрично, блуждание симметрично. Но здесь фактически же блуждание, мы это и в прошлый раз обсуждали, складываются плюс и минус единички. Вот. Ну, давайте посмотрим. Минус вероятность того, что B и T равно 0. налог двоичный вероятности того, что B и T равно 0. Ну, что значит, что B и T равно 0? Это значит, что модуль H от T мытова не превосходит 10 карниз. Так, давайте я отдельно напишу. Вероятность того, что B и T равно 0, это вероятность того, что модуль H от T мытова не превосходит 10 карниз. Ну, вы можете придраться, наверное, к тому, что здесь значок строго больше, но, в общем, конечно, это больше либо равна, что ли? Извините, что-то я то чихаю, то кашляю, я не простужен, совершенно что-то попало. А, как это называется? Поняли, да, что я написал? Что здесь не совсем равенство, потому что здесь вот я старался, вроде как, разделял на неперепекающиеся отредки. Какую сторону неравенства-то получается, если здесь я написал меньше либо равно? Я могу здесь меньше написать, тогда будет в одну сторону. Могу написать меньше либо равно, тогда в другую. Так, какую сторону сейчас неравенства? Я хочу, чтобы вы участвовали в процессе. Как? Меньше либо равно? Меньше либо равно. А мне что-то кажется, что мне лучше будет, чтобы было больше либо равно. Давайте я вот так вот уж. Ну, теперь это есть единица минус вероятность того, что модуль хи от м и тя больше либо равен 10 корней из n. Это просто отрицание написал. Ну, а это снова неравенство большого уклонения, которое с е в степени. Мы в прошлый раз вспоминали. Как раз про пьяницы, которые далеко уходят от кабака с ничтожно маленькой вероятностью. То есть это будет больше либо равно, чем единица минус 2e в степени минус 100n поделить на что? На 2n, да? Ну ладно, нет, я нормально напишу. На удвоенную мощность амута. На удвоенную мощность амута. Сейчас правильно? По-моему правильно. Что, забыли уже за неделю неравенство большого уклонения? Ну там е в степени минус а квадрат поделить на 2n, где n это количество слагаемых. Ну, сейчас у нас слагаемых столько, сколько элементов множествия мытые. Вот столько будет слагаемых. Больше либо равно, ну понятно, потому что вероятность не больше, чем вот эта. Удвоенная, потому что тут модуль. Без модуля была бы просто экспонент, а двойка за счет того, что модуль сразу. Так. Мощность амутого точно не превосходит n. Не превосходит. Значит, переворачиваем больше либо равно. С минусом меньше либо равно. С этим минусом все правильно, больше либо равно. Знак неравенства в нужную сторону, поэтому я могу написать, что это больше либо равно. 1 минус 2e в степени просто минус 50. То есть заменяем на n, n сокращается. Ну, очень близкая к единице вероятность. 10 минус 9 Porsche будет совершенно неожиданным образом, вы пока не догадаетесь. Это не 10 минус 9, нет. Вы пока даже не догадываетесь, как я собираюсь применить. Это там катарсис будет, если вы все поймете. Это совершенно неожиданно. То есть сейчас пока, я уверен, вы не понимаете. Это не 10 минус 9, конечно, это гораздо меньше. Но это меньше, а само-то оно близко к единице. Смотрите, как устроена функция энтропии. Вот на отрезке от 0 до 1, на котором находится значение вероятности. Так, друзья, функция энтропии, в смысле как функция от вероятности. Она устроена вот так. У нее максимум в 1, 2. И она в 0, 0. И в 1, 0. Ну, я надеюсь, это можно сообразить. Без подробных пояснений. Вот. То есть если мы знаем, что вероятность больше либо равна чего-то очень близкого к единице, то это значит, что сама энтропия не превосходит своего значения в точке, равной вот этому. Вот это. Это вот не больше, чем там минус, вот минус 1 на 2 е в минус 50-й на лог двоичный от 1 минус 2 е в минус 50-й. Она в этом месте уже убывает. Поэтому если мы написали неравенство в эту сторону, то сама энтропия в эту оценивается. Ну, при этом вы понимаете, конечно, вот этот логарифм отрицательный, соответственно, с минусом там получается положительное число, но это положительное число ничтожно маленькое. Ну, я с вашего позволения не буду вспоминать, чему оно равно, я и не помню. Ну, если вы хотите, вы можете посчитать на калькуляторе, оно очень-очень маленькое. Так. Понятно, да? Хорошо. Значит, мы разобрались с центральным слагаемым в этой бесконечной в обе стороны сумме. Теперь посмотрим на слагаемые с положительными k. Все остальные слагаемые им симметрично, то есть дают там какое-то удвоение. Ну, вот берем, например, слагаемое с k равным 1. У нас получается минус вероятность того, что b и t равно 1 на лог двоичной вероятность того, что b и t равно 1. Что такое вероятность того, что b и t равно 1? Вот давайте я тут послушаю. С того, что b и t равно 1. Это вероятность того, что хиатэм и т лежит вот в этом полуинтервале. Ну, это уж точно не больше. Чем вероятность того, что хиатэм и т больше, чем 10 корней зен. Ну, я опускаю вот это вот ограничение, оставляя только нижнюю границу. Снова пользуюсь неравенством большого уклонения с пьяницей. И получаю, что это не превосходит е в степени минус 50. Прям вот пьяница. Чисто в виде. Ну, точно так же оцениваю, как здесь, но только уже теперь сверху, а не снизу. Но, опять пользуюсь вот этой картинкой, раз у меня вероятность очень маленькая, значит, энтропия тоже очень маленькая. Она оценивается путем подстановки этой величины вот в эту вот какую-то там формулу, где она? Вот в эту формулу, да? А, вот в эту все, нашелся. Вот, она не превосходит минус е в минус 50. Заметьте, двойки тут нет, потому что модуля нет. Ну, неважно. Е в минус 50 налог двоичный. Е в минус 50. Это снова ничтожно маленькая, конечно, положительная величина. А дальше они убывают в какой-то геометрической прогрессии, если не хлеще того. То есть, когда вы на следующий шаг переходите, что там получается? Е в какой степени? Можете быстро сообразить в уме? Минус 450, абсолютно верно. Ну, понимаете? То есть, вот здесь е в минус 50 на что-то, а следующее слагаемое – это е в минус 450. Ну, там на что-то, может, чуть побольше, но все равно. Бешено сходящийся ряд. Вот этот ряд бешено сходящийся. Состоит из очень маленьких величин. То есть, короче, у нас получается, что это меньше либо равно некоторого эпсилон, которое можно вычислить, ну, или оценить там на компьютере, руками, как угодно. Я помню, что это 3 на 10 в минус 20. Ну, вы можете в это просто поверить. Естественно, ни один человек на экзамене не потребуется вас доказывать, что именно 10 в минус 20 до натрия. Если вы очень въедливы, вы можете попробовать запустить компьютер и проверить, а то вдруг я ошибся. Меня еще пока ни разу не поправлял никто, но это совершенно не значит, что я ни разу не ошибался. Вполне возможно, я каждый год рассказываю 3 на 10 минус 20 и каждый год лажаю. Но смысл от этого не меняется. Ну, пусть не 3 на 10 минус 20, пусть 2 на 10 минус 19. Может быть, там в итоге тогда получится не 10 минус 9, а что-то другое, но все равно все в итоге сойдется просто не к 11, а к 20 скажем. Главное, чтобы вы суть поняли, доказательства. Понимаете, да? Вот эти выкладки, они никому особо не интересны. Ну, я для определенности просто пишу, и вроде бы это правильно. Вроде бы это правильно. Ну, товарищи, воспользуемся вот этой теоремой. Из нее следует, что энтропия от вектора с координатами b1 и так далее bn не превосходит ε умножить на f. ε – это вот то самое. 3 на 10 минус 20. Пользуемся вот этой субаддитивностью. Так, ну, что бы из этого следовало? Я утверждаю, что из этого вот чего следует. Следует, что существует набор конкретных значений s1sn для вот этих случайных величин такой, что вероятность, с которой случайный вектор b1, bn принимает именно этот векторный набор значений, больше либо равна 2 в степени 1 минус ε умножить на f. Ну, это я сейчас подробно поясню. Это почти очевидно, на самом деле, просто из определения энтропии. Но на всякий случай я аккуратно поясню. Предположим, противное. То есть предположим, что все такие вероятности b1 и так далее bn равняются чему-то меньше, чем 2 в степени 1 минус ε. Так, нет, наверное, не 1 минус ε. Вероятность-то я не прав. Вероятность, наверное, 2 в степени минус ε n просто. 2 в степени… Ой, черт. Вот так вот, конечно. Поторопился. Вот так. Один минус появится чуть позже. Он появится, но в другом контексте. Сейчас, сразу после этого появится. Вот предположим, что все вероятности совсем маленькие. Меньше, чем 2 в степени минус ε. Ну, тогда энтропия этого вектора b1, bn, ну, она, естественно, равна минус сумма вот этих самых вероятностей b1, bn, равно там чему-то, умноженных на логарифм двоичный тех же самых вероятностей b1, bn равно чему-то. Так, и мы предположили, что вероятность меньше, чем 2 в степени минус ε n. Но давайте вот сюда эту оценку подставим под логарифм. Только под логарифм. Мы же предположили, что все вероятности меньше, чем 2 в минус ε n. Значит, под логарифмом стоит величина меньше, чем 2 в степени минус ε n. То есть логарифм меньше, чем минус ε n. Спеваете, да? Но он со знаком минус, поэтому все получается строго больше, чем ε n на сумму вероятностей. Ну, сумма вероятностей равна единице. Вот это вот, это просто один. Противоречие с тем, что мы здесь вот имеем. То есть это очевидное неравенство, вот это вот. Ну, я подробно про это поясню. Итак, существует конкретный набор значений, которые случайный вектор принимает сравнительно большой вероятности. Больше либо равный 2 в степени минус ε n. Вот сейчас будет один минус ε, смотрите. Вот тут написать нет, тут написать нет, тут. Ну, знаете, вот тут, тут нормально. Определение пока стирать не буду, оно может пригодиться попозже. А вот это можно. Можно стереть. Сейчас отчертим. Верхнюю часть доски используем. Что из этого следует? Смотрите, ну что такое вероятность? В нашем-то случае. У нас же раскраска-то случайная. В смысле, что каждый цвет присваивается независимо от другого с вероятностью 1,2. Ну, если... Это же вероятность множества каких-то раскрасок, правда? Ну, то есть в знаменателе там стоит 2 в степени n в определении этой вероятности. Давайте перейдем обратно к количествам. От вероятностей к количеству. Если вероятность равномерная, это классическая вероятность чего-то больше либо равна, значит, тех объектов, которые считает эта вероятность, не меньше, чем вот это число, умножить на 2 в степени n. То есть получается, что существует не менее 2 в степени, вот, наконец, 1 минус эпсилон на n раскрасок, для которых вектор B1 и так далее, Bn принимает одно и то же значение и то же значение. Вот какой вывод. А раскраски, напоминаю, это вектор из плюс-минус единиц размерности n. Раскраска – это вектор из плюс-минус единиц размерности n. И вот у нас есть огромное, на самом деле, множество раскрасок, в каком-то смысле, ну, как бы почти все. Не совсем корректно так говорить, но эпсилон 3 на 10 минус 20 всего раскрасок 2 в n-ной степени, а тут их 2 в степени 1 минус вот эта фигня умножить на n. То есть очень-очень жирное множество векторов из плюс-минус единиц, на которых при этом все вот эти значения, я их специально не стирал, одинаковые, на каждом из которых все эти значения одинаковые. Сейчас понятно говорю? Может быть, вот теперь уже, может быть, кто-то понимает, к чему дело идет, не знаю. Я неоднократно в рамках этого двухгодичного курса рассказывал про теорию кодирования. Помните, нет? На множестве из векторов, которые состоят из двух координат, но обычно это были нолики и единички, но можно и плюс-минус один, можно ввести то, что называется хеммингово расстояние. По идее, вы должны помнить, что это такое количество несовпадающих координат. Вот давайте его введем. Я сейчас вот здесь сотру, это уже ничего не нужно. Давайте снабдим 2 в степени n последовательности и расстоянием хемминга. Ну, это все поняли, это я писать не буду. Теперь смотрите. Вот, допустим, сейчас будет некий факт без доказательства, но интуитивно понятный. Я его оставлю просто без доказательств, потому что ты много сил не тратить ваших. Значит, допустим, допустим, есть какое-то множество векторов из плюс-минус единиц, векторов из плюс-минус единиц. есть какое-то множество, в котором любые две точки отстоят друг от друга, отстоят друг от друга на расстояние Хемминга, которое мы обсуждали, на расстояние Хемминга не превосходящее, ну, скажем, какого-нибудь d. Ну, вот мы знаем про некоторое множество а-раскрасок, что каждые две раскраски в нем, как вектор из плюс-минус единиц, находятся друг от друга на Хемминговом расстоянии не большем, чем d. Как вы думаете, как можно тогда мощность а оценить? Чем можно оценить мощность а? То есть, по-другому говоря, если дан диаметр множества, ну, вот эта вот граница, это граница на диаметр множества, максимальное расстояние между точками в нем, то чего объем этого множества, ну, объем в комбинаторном смысле мощность, не превосходит заведомо? Какое множество данного диаметра самое жирное? Самое объемное? А? Не, ну, два в степени это много. Какое множество самое объемное? Все-таки еще раз, вот в обычном пространстве, как вы думаете, какое множество самое объемное, если дан его диаметр? Ну, шар, наверное. Интуитивно это должно быть понятно. Вот давайте не будем с вас требовать доказательства этого, в комбинаторном случае это не очень сложно, это можно сделать, но я не хочу тратить ваше время и свое тоже. Давайте поверим в интуитивно понятную вещь, что если есть какое-то множество с диаметром не большим, чем D, то мощность этого множества не больше, чем мощность шара с диаметром D. Я утверждаю, что тогда мощность A не больше, чем ну, мощность объема, это не важно, но комбинаторная это мощность. Мощность шара ну, давайте я скажу радиуса D пополам. Радиуса D пополам. Так, дорогие товарищи, вы понимаете, что такое мощность шара в комбинаторном смысле для плюс-минус единичных векторов радиуса D пополам? Что такое шар? Это множество точек, которые от данной отстоят на не более чем такое расстояние. ну, какая разница от какой данной? Считайте, например, что она из одних нулей или там из одних плюс единиц. Сколько точек отстоят от нее на расстояние ноль? Одна. Сколько точек отстоит от нее на расстояние один? C из N по одному. Надо одну координату поменять. Сумма C-шек до вот этой суммы. То есть это равно просто сумма по какому-нибудь там K от нуля до D пополам ну или до целой части D пополам если вдруг D не целое число но понятно до целой части D пополам C из N пока. Сейчас я достаточно понятен? Я не спешу все успевают. Ну тут я проглотил доказательства на идее ясна а это ну я надеюсь понятно да. Сколько векторов отличается в нуле координат в одной в D пополам координат такая вот сумма. Так смотрите что отсюда следует у нас есть сейчас множество которое состоит из больше или не меньше чем 2 в степени 1 минус эпсалон на n раскрасок векторов. Так что стало быть можно сказать про его диаметр исходя вот из этого рассуждения. давайте обозначим это множество тоже как буквой а например а это вот множество состоящее из не менее чем 2 в степени 1 минус эпсалон на n раскрасок есть такое множество как можно оценить его диаметр наверное чем-то достаточно большим можно оценить снизу давайте подумаем как его можно оценить снизу это конечно вот как бы некая проверка на то насколько вы все-таки осознали науку про асимптотики цешек с этого начинался первый семестр дискретного анализа ну понятно что если вот эта величина d пополам больше чем n пополам то все плохо потому что эта сумма зачерпывает k равная n пополам в том числе это очень плохо а вот если d пополам лежит строго ниже серединки суммирования ну ниже чем n пополам тогда вот эта сумма просто возрастающих величин из которых последняя самая большая так ну сейчас я попробую как-то попонятнее объяснить так как бы это попонятнее объяснить как бы это попонятнее может быть прямо сразу на вас все вот этот катарсис выплеснуть да нет это катарсис понимаете где же 10-9 откуда она полезет 10-9 вот она сейчас полезет в оценку идеально ну кто мне там еще вздумал звонить не знаю так еще что делать ну что большой мощный ох 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 ну смотрите вот идея это какая я просто хочу чтобы вы идею послушали а потом уже я на вас выплеснул 10-9 идея какая нам нужно подобрать вот это d пополам в виде 1-2 1-1 минус там какой-нибудь дельта ну вот это и будет 10-9 я все равно раскрываю карты уже ну тут деваться некуда на n вот если мы вот эту верхнюю границу выберем так чтобы асимптотика логарифма вот этой суммы совпадала с асимптотикой логарифма или была там больше или меньше чем асимптотика вот этого логарифма то мы придем к оценке идеально ну ладно давайте вот пусть d пополам имеет какой-то вот такой вид пока что дельта это не 10 минут 9 а что хотите вот имеет какой-то такой дельта это какое-то фиксированное число давайте подумаем вместе как устроена асимптотика логарифма вот этой суммы но мы с вами умеем считать c и n по альфа n помните что мы умеем такое дело считать самое начало первого семестра второго курса между прочим там тоже слово энтропия появлялось в другом контексте но просто сама оценка выглядит так же как энтропия там получается вот так 1 поделить на альфа в степени альфа 1 минус альфа в степени 1 минус альфа плюс там какое-то маленькое от единицы и все это в энной степени ну то есть по-другому это можно переписать вот так это 2 в степени минус альфа лог двоичный альфа минус 1 минус альфа лог двоичный 1 минус альфа ну это прямо аж от альфа ну так если что я говорю что та энтропия которую мы оценивали нам уже не нужна но здесь чудесным образом другая энтропия появилась фиг бы с ней ну просто вот такое вот выражение и дальше вот это все ну наверное надо умножить на 1 плюс о малое от единицы еще на n вот так то же самое абсолютно написать выражение вот в таком виде или секспоненцировать его прологарифмировав то что стоит под знаком экспонента так у кого-то вот это вызывает сложности все уже понимают да такое запись то есть показатель вот этой экспоненты асимптотический равен тому что тут напиток n и тут у нас тоже n но тут 1 минус эпсилон а тут вот это вот энтропия от альфа ну от распределения которое принимает два значения альфа 1 минус альфа неважно с вероятностью альфа 1 минус альфа никого не кокнул понятно что происходит теперь смотрите ну все предыдущие слагаемые имеют только меньшую асимптотику чем вот это поэтому когда мы суммируем с точностью до выбора вот этой функции которая стремится к нулю получится все равно вот это выражение если дельта меньше строго вернее больше строго нуля если вот это строго меньше единицы 1 минус дельта то асимптотика логарифма сосредоточена в максимальном слагаемом ну почему давайте я по-другому скажу есть максимальное слагаемое а всего слагаемых меньше чем n ну значит вся сумма меньше чем n умножить на максимальное слагаемое и больше в то же время чем максимальное слагаемое ну если максимальное слагаемое по сути экспоненциальное то и вся сумма будет по сути экспоненциальная потому что она сверху оценивается вот этим умноженным на n а снизу просто вот этим нормально объяснил точно все поняли асимптотика логарифма не меняется вся конечно меняется на нас интересует только 1 плюс о малой от единицы в показателе вся меняется конечно на n все-таки домножение может случиться но домножение на n не меняет асимптотику логарифма поэтому вот это равенство справедливо не только для последнего слагаемого но для всей суммы тоже в смысле выбора вот этого маленького от единицы это в точности утверждение о том что асимптотика логарифма этой суммы это вот выражение стоящее сейчас показатели двойки в степени все вроде объяснил да теперь смотрите что получается получается если вот это вот выражение ну альфа это у нас вот это вот альфа это вот альфа это на самом деле что-то зависящее от дельта если окажется что это выражение меньше чем 1 минус эпсилон строго меньше чем 1 минус эпсилон то что у нас получится у нас получится как бы противоречие да у нас получится противоречие с одной стороны мы знаем что мощность а большая больше либо равна вот это а с другой стороны предполагая что диаметр не превосходит вот такой вот удвоенной величины мы получаем противоречащее неравенство при больших н нормально четко объясняем то есть получается что если мы выбираем максимальная дельта вернее минимальная дельта минимальная дельта при котором вот это выражение меньше чем 1 минус эпсилон то мы получаем что диаметр множества а не превосходит вот этой величины больше либо равен вот этой величине извините еще раз если у множества диаметр не больше чем дельта то его мощность не больше чем вот столько тогда она будет меньше чем столько сколько у нас есть на самом деле и это будет противоречием означающим что на самом деле диаметр множества больше чем вот эта величина вот утверждается что в качестве такого дельта и надо взять пресловутые 10 минус 9 если вы возьмете в качестве дельты 10 минус 9 то вот это выражение показателей двойки будет строго меньше чем 1 минус 3 на 10 минус 20 но опять можете на калькуляторе или на компьютере подставите правильник просто тупо подставляете 10 минус 9 вот сюда получаете альфа считаете вот эту штуку для такого альфа и убеждаетесь что она меньше чем 1 минус 3 на 10 минус 20 откуда следует что диаметр множества больше либо равен или даже строго больше вот этой вот величины ибо будь он меньше было бы меньше векторов чем их есть на самом деле сумел объяснить это место как-то оно трудно просто по то знаю воспринимается поэтому я стараюсь его подробно ну нам не важно что такое 1 плюс о маленькое если константа строго меньше чем 1 минус эпсона то рано или поздно оценки вступят в противоречие друг с дружкой а нас интересует только n стремящаяся к бесконечному для больших n конечно да ну да наверное это означает что мне по-хорошему надо переформулировать теорему что для существует такое нулевое что начиная с этого нулевого разница будет не больше чем 11 корней за антус но вот это хорошее замечание да поскольку здесь присутствует асимптотика мы вынуждены говорить о том что n достаточно велико поправьте это в формулировке извините да это я не подумал действительно в этом месте возникает какое-то n нулевое начиная с которого это точно верно какое там хик посчитать так все нормально объясним вот ну что из этого следует из этого следует раз диаметр большой что существуют две раскраски хи 1 хи 2 принадлежащие множеству а такие что значение то вот этого вот вектора b1b на обеих одно и то же ну я могу вот так вот так знаете b со стрелочкой от хи 1 равно b со стрелочкой от хи 2 подставляю вот сюда хи 1 подставляю сюда хи 2 мы получаем один и тот же набор значений которые я старательно не стираю как определяются здесь написано как они определяются это значение причем расстояние хеминга как бы его назвать ну хэм например между хи 1 и хи 2 больше либо равняется вот этой вот величины 1 минус 10 минус 9 ну то есть они почти ни в одной координате не совпадают совпадают на не более чем 1 миллиардной доли от координат от числа координат вот эти две раскраски почти не совпадают тем не менее у них одинаковые значения вот этих векторов ну что надо теперь сделать чтобы получить обещанную частичную раскраску из формулировки теоремы штрих кто соображает сходу как построить частичную раскраску в которой будут нолики и этих ноликов будет мало очень легко сообразить есть два вектора из плюс-минус единиц две раскраски которые очень мало где различаются очень много где различаются очень мало где совпадают ну а формулу не хотите предложить явную без слова ксор ну нет это я понимаю нет нет это вот не совсем то формула другая надо взять полуразность надо взять полуразности координаты на которых они совпадают зануляться но этих координат не больше чем одна миллиардная от общего числа координат ну давайте я напишу раз вызвало все-таки трудности сейчас вот тут напишу я думал кто-то сразу скажет вот такую взять штуку хи 1 минус хи 2 пополам это будет не раскраска но частичная раскраска почти все за исключением не более чем 10 минус 9 умножить на n координат у нее плюс или минус единица потому что столько было разнящихся координат у хи 1 и хи 2 но на не более чем 1 миллиардной доли от общего числа координат они совпадают значит при вычитании получается 0 после деления пополам тоже получается 0 а там где они различаются ну да вычитаем получаем либо минус единицу либо минус двойку потом делим пополам либо плюс двойку потом делим пополам так теперь вопрос почему уклонение такое как мы хотели помните я утверждал что на каждом множестве разница ну модуль разности между красными и синими вершинами не превосходит 10 корней зен это вот ровно из этого построения потому что у них одинаковые значения на всех м и т вот у этих у хи 1 и хи 2 ну допустим скажем значение лежит вот на этом отрезке на этом полуинтервале у каждой из них лежит на этом полуинтервале значит чего модуль полу разности не превосходит ну как раз 10 корней зен потому что модуль разности не превосходит 20 корней зен а после деления на 2 10 корней зен то же самое здесь опять они отличаются друг от друга реально не больше чем на 20 корней зен после деления на 2 не больше чем на 10 корней все на любом интервайфе длины 20 корней из n но по-моему это такое очень продвинутое красивое решение идейно не тревиально идейно мне казалось что вот очень полезно все-таки это осознать энтропия так работает комбинаторики оказывается что она нужна не только для физики для каких-то вероятностных нуд но в комбинаторик она тоже является удобным инструментом для получения таких вот в итоге мощностных оценок например мощность какого-то множество большая дальше уже вступает в силу такая вот комбинаторика теории кодирование если мощность большая то диаметр например большой а раз диаметр большой значит есть два объекта которые сильно разнятся Возьмем полуразность, получим объект, который почти без нуля. И при этом, вот видите, значение совпадает. Ну, то есть, E1 от эмыты и E2 от эмыты отстоят друг от друга не больше, чем на 20 карнизов. Значит, здесь вот уклонение будет не больше 10 карнизов на каждом месте.